Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! С вами Дарья. Кендал засыпает. Вот как только мы садимся в машину, все, ей хочется спать. И я вот не знаю, что делать. Why you got face like that? На этой неделе в Америке большой праздник. Называется День Благодарения. И традиционно американцы устраивают застолье. Там индейка, зеленые бобы, картошка, макароны. Короче, вот такая прямо еда, знаете, такая серьезная еда. Естественно, мы тоже будем отмечать День Благодарения. И мы как раз сейчас покупаем то, что у нас будет на столе. Мне кажется, все-таки лучше отмечать праздники, потому что иначе у тебя День Сурка. Будет просто одно да потому. Каждый день одно и то же. Поэтому я за то, чтобы отмечать вообще все праздники. Так что День Благодарения будем отмечать. Мы приехали в Whole Foods. Смотрите, какое здесь граффити интересное. Птички, цветочки, бабочки. Так, все, идем. Смотрите, какие здесь елочки продаются прямо перед магазином. Так, а нам вот туда забирать еду. В этом году сделали удобно, что не нужно заходить внутрь. И ты можешь забрать вот здесь в пункте выдачи. Это прямо перед самим магазином. Видите, Whole Foods. Ну и классно, что ты стоишь на свежем воздухе. Так как сейчас все американцы закупаются, там сейчас огромная очередь, чтобы зайти в магазин. Но, слава богу, отдельная очередь для людей, кто заказал еду заранее. Вернулись мы, в общем, из Whole Foods. Также мы заехали еще в Эривон, забрали кое-что. И сейчас покажу вам, как это выглядит. Я уже все убрала в холодильнике. Вот видите, пакеты с Whole Foods. Там коробка из Whole Foods. И еще вот из Эривона. Видите, как интересно? Если наоборот читать название, то получится Nowhere, нигде. Такое интересное у них название. К еде из Whole Foods также прилагаются инструкции по разогреву. Потому что все, что там находится, нужно будет разогревать во время праздника. То есть вся еда, которую мы купили для праздника Дня Благодарения, она уже готова. Ее нужно только разогреть. Та-дам! И завтра нам еще нужно будет забрать два пирога. Поэтому у нас будет чисто традиционный День Благодарения. Я вам все подробно покажу. Хотела вам кое-что рассказать. Я обожаю американский менталитет. Вот насколько у них все упрощено. Что они заказывают уже все готовое. И остается только разогреть. И все, как бы вот тебе целый стол готовой еды. Все вкусно, все классно. Праздник удался, да? С минимальными напрягами. В России же все иначе. То есть тебе нужно все с нуля самой готовить. То есть реально вот очень тяжело. Я забыла, как это называется по-русски. Короче, когда у тебя в супермаркете отдел, где продают готовую еду. Вот в Америке она есть классная. Особенно Whole Foods, особенно Air One. То есть в хороших магазинах там можно прям качественную хорошую еду купить. Можно и всякую хрень купить, да? Там с химикатами. Можно купить нормально. То есть все зависит от магазина. И говорится же, что все познается в сравнении. У меня был в России парень. Я очень надеюсь, что он не смотрит мой канал. Я его везде удалила, заблокировала. Надеюсь, что у него нет доступа. Короче, он мне нанес психологическую травму. Он меня заставлял готовить три раза в день завтрак, обед и ужин. И чтобы было все свежее. Он мне говорил, что если еда постоит два часа, то в ней нет праны. И она должна быть свежая. То есть еда, которая постояла два часа, нет. Это все должно идти в мусорку. Прикиньте, и он меня заставлял каждый раз ему что-то готовить. Я на это велась. Ребята, это просто, я вообще, у меня к себе большие вопросы. Что вообще, что произошло со мной в тот момент? Так ладно, если бы этот парень был какой-то секс-гигант. Или у него был бы там Роз Ройс, катал бы меня на крутой тачке. И возил бы меня там на Мальдивы постоянно. И требовал бы соответствовать, готовить, кашеварить. Так нет, ребята, нет. Вообще ни разу не по одному пункту. И я делаю такой вывод, что самые низкопробные мужички, у них самые высокие требования. Удивительно, да? Вот у меня сейчас муж. Он полностью нас обеспечивает. Я вообще ни в чем себе не отказываю. Живу просто в шикарном доме. Просто занимаюсь своими любимыми делами. Занимаюсь с ребенком. И он меня не заставляет готовить. То есть он наоборот покупает еду в дом. То есть он постоянно там, ой, что купить. Давай что-нибудь закажем в ресторане. Давай что-нибудь купим там, здесь. То-сё. То есть вообще ноль. То есть он ко мне, у него нет ко мне никаких требований. Он меня не долбит с этой готовкой. Он меня не просит ничего ему готовить. И даже если я что-то приготовлю, мне нужно его уговаривать, чтобы он это поел. Прикиньте, когда тот мой парень из России, он мне говорил, что если ты не готовишь, то ты, значит, не женщина. Он говорил, вот в тебе так много мужского. Вот докажи, что ты женщина. Докажи, что ты женщина. Помой полы. Приготовь борщ. И вот, ребята, я на это велась. Мне вообще так просто стыдно и горько даже об этом думать. Я решила об этом рассказать искренне, потому что, возможно, есть такие же девочки, кто с этим сталкивается. Просто шлите их на дно. Шлите их в одно место. Таких придурков, которые вас заставляют, чтобы вы были рабыней, а он из себя ничего не представляет. Ноль без палки. Ни квартиры, ни машины, ни каких-то достижений. Просто одни слова, перекати поле, типа, ни там, ни сям, понимаете? Поэтому и требования, и требования, как не знал кого. Поэтому вообще настолько противно даже об этом думать. Поэтому искренне всей душой люблю американцев, потому что у них все так по-простому. Они не парятся. У них нет вот этих дебильных загонов. Так что, американцы, девчонки, я советую. Еще, кстати, мне пришли посылочки. Сейчас давайте посмотрим. Так, это наш коридор. И это мне сейчас все нужно будет распаковать. Вот это стоит наша елка. Лоренза привез ее из сториджа. Как только День Благодарения отпразднуем, надо будет ее распаковать и поставить. Фух, давайте быстренько посмотрим, что там мне пришло. Вот еще одно доказательство. Сейчас хотела сесть на стул, чтобы записать это видео про распаковку наших посылок. Потому что здесь очень много всего. И у меня здесь на стуле лежит одежда из химчистки. Вот опять, да, ребята? То есть муж, он меня не заставляет гладить его рубашки, стирать. Сейчас он просто берет, идет в химчистку, платит денежку и забирает уже чистое, отглаженное. И мне ни разу ни слова ничего. То есть просто почувствуй разницу. В то время, когда тот парень, ты должна погладить мне рубашку, да? Если ты не погладишь, ты не женщина. Прикиньте, ну просто ужас какой. Какой ужас. Если ваш мужик вам так говорит и вас заставляет вот это все делать, противную вот эту работу по дому, гоните его в шею. Дорогой, а не пойти ли тебе в химчистку и не сделать свои делишки там? Я надеюсь на адекватное восприятие контента. У меня нет цели кого-то обидеть, кого-то оскорбить. Я рассказываю просто жизу, как у меня было, да? Как вот, что было, что стало. Понятное дело, что не все люди такие, не все американцы такие, как мой муж. И не все русские такие, как там мои бывшие парни. Не все такое, то есть как бы сто процентов. Так, в общем, у меня что-то из Мэйсис. Мэйсис это такой крупный магазин. Там продается одежда, косметика, много-много всего. Как-нибудь с вами сходим туда. Здесь у нас постельное белье. 100% хлопок. Кстати, американцы вот не заморачиваются насчет того, хлопок это или не хлопок. У меня муж может купить все, что угодно. Он может купить полиэстер и он даже не заметит разницу. Я ему говорю, господи, зачем ты купил полиэстер, вы простыни? Нет, как можно спать на полиэстере? Я специально ему показала, что в каждой ткани есть состав и можно проверить его всегда, когда покупаешь. Так, коробочка из Амазона. Амазон захватил нашу жизнь. Столько, сколько я всего заказала на Амазоне в этом году, я никогда столько не заказывала. Все связано с тем, что сейчас весь шоппинг онлайн. Особо никуда не сходишь. Куда-то, если зайдешь, надо эту сраную маску одевать. Это все так неприятно. Если ты с макияжем, у тебя этот весь макияж на маске остается. Это противно. Лишний раз даже не хочется куда-то сходить. Вот насколько наша жизнь изменилась. О, я заказала. Прикиньте, для такой маленькой фигнюшки целая коробка. Честно говоря, это мне прислали на обзор. Периодически пишут производители и просят, чтобы я им оставила отзыв. И мне бесплатный товар. И поэтому я порой заказываю какие-то такие вещи, которые я бы, наверное, не заказала. Но так как это мне в подарок, то я тогда заказываю. В общем, это штука, которая согревает руки. Вот что значит, когда на халяву берешь все, что дают. По идее, у тебя замерзли руки. Ты можешь держать, чтобы они согрелись. Это называется Hand Warmer. Согреватель для рта. Согреватель для рук. Здесь прилагается чехольчик и зарядка. А, и фонарик. Мне так нравится, как китайцы делают многофункциональные вещи. Это просто потрясающе. О, кстати, он начал греть. Он начал греть. А, прикольно, слушайте. Следующий лот. Это тоже Амазон. У меня, по-моему, все с Амазона. Это я заказала себе маршмеллоу root. Корень маршмеллоу. Это бады. Что же дальше? Это я заказала зарядку для часов. Я сейчас начала носить Apple Watch очень активно. И, как вы знаете, у нас квартира двухэтажная. И у меня одна зарядка на одном этаже. И мне не хватает еще одной зарядки на другом этаже. Чтобы у меня всегда везде была зарядка. Чтобы мне не надо было переться на второй этаж, чтобы зарядить часы. И еще вот такая зарядка для телефона. Я проверю, что она работает, но не буду ничего с ней делать. Дело в том, что я решила подарить маме iPhone. Да, это будет ее первый в жизни iPhone. И поэтому я купила вот такую зарядку, чтобы было удобно. Потому что вот я сейчас свой телефон обычно заряжаю. Я его даже не втыкаю ни во что. Я просто кладу его вот на такие зарядки. Очень удобно. Просто changed my life. Только мне надо будет проверить, что она работает. И я прям уберу. Я уже об этом маме сказала, что я ей собираюсь iPhone подарить. Это не будет таким сюрпризом. Но я думаю, что ей понравится. Так, дальше у нас органайзер для кухни. Это чтобы ставить крышки от кастрюли. Да, вот так вот в ряд. А это чтобы ставить сковородку в ряд. Потому что у нас, вы не представляете, такой там трэш. Достаешь одну сковородку, там что-то валится. Так как мы сейчас больше времени проводим дома. Я решила как-то все сделать так благородно, красиво. Чтобы все было цивильно. Далее у нас еще посылка. Та-дам! Упс! Это набор ковриков. Мы решили заменить все коврики, которые идут в ванную. То есть у нас в квартире три ванных. И в каждую ванную комнату нужны коврики. Естественно, в идеале, чтобы они были все из одного стиля, одной фирмы. И в общем мы решили все обновить. Потому что все равно они портятся. То, чем мы пользуемся каждый божий день. И никуда от этого не денешься. Нужно постоянно заменять. Там раз в несколько лет. Вот такой у нас получился влог. Я надеюсь, что вы не болеете. Что вы здоровы, веселы и готовы к праздникам. Да, уже совсем-совсем скоро Рождество и Новый год. Также я хочу, чтобы вы поставили колокольчик на мое видео. Чтобы вам YouTube присылал уведомление, что у меня вышло видео. Вот я очень хочу, чтобы вы это сделали. Прямо сейчас. Спасибо. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк. Пишите комментарии. Пишите, как у вас дела. Пишите мне в Инстаграме. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. А я увижусь с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.